В самом разгаре чемпионат Полевского городского округа по футзалу среди мужчин. В рамках третьего тура один из центральных матчей состоялся между командами «Подвижник» и «Крепость». Довольно быстро футболисты «Подвижника» сумели открыть счет и дальше только наращивали свое преимущество. Хорошее взаимодействие между игроками чувствуется на площадке. Порой голевые пасы отдают не глядя. К концу первого тайма уже стало понятно, что отыграться «Крепости» будет очень сложно. Тем не менее, играть они не бросили. Ведут борьбу, эмоции на пределе у обеих команд. В конце первого тайма сдали нервы у Данила Сенцова. И он буквально за пару минут получил две желтые карточки и был удален с поля. Казалось, что это шанс для «Крепости», но реализовать свои моменты они не смогли. Игра средней такой напряженности. То есть, получается, планка была задана по судейству, мы перед началом матча в бригаде поговорили. То есть, какие моменты мы будем судить, что мы судить не будем, что мы увидим, что мы не увидим. То, что самое главное, то, что игры проходили без травм. То, что есть какие-то дисциплинарные санкции, там желтые карточки, красные. Это уже, так сказать, не новшество. Это так и есть, что в футболе их бывает гораздо больше, чем в, наверное, большом классическом футболе. Во втором тайме картина не сильно изменилась. Подвижник продолжал завивать и контролировать игру. Поэтому довели матч до логического завершения. Подвижник 14, крепость 3. Эмоции хорошие, победили, выиграли с большим счетом. И все получилось. Поэтому и счет такой. Мы ожидали большего от соперников. Но как получилось, так получилось. Что было в эпизоде, где сначала желтые, потом буквально сразу вторая желтая? Я рассчитывал, что не будешь желтой. В первом моменте думал обоюдно. Но во втором, да, грубо сыграл. Во втором матче Дортех встретился с новичками этого турнира, командой Славучич. Здесь интриги не получилось. Дортех без особых проблем продемонстрировал свой уровень и добился крупной победы со счетом 10-0. Хотя стоит отметить, что Славучич имел шансы забить. В других матчах тура Майами ПМТ переиграл Амкао со счетом 6-4. А Легион уступил ИП Рохину 3-5. Таким образом, после трех туров сразу пять команд имеют в своем активе по 6 очков. Тем интереснее будет наблюдать борьбу за чемпионство. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости 11-го канала.